всем привет вы у меня на канале о кактусах и других растениях вот у меня поступил вопрос расскажите как вы конкретно поливаете кактусы и сколько вы поливаете какую дозу даете воды как я могу об этом рассказать я так поливаю или излейки но это только в том случае когда даю добавляю удобрения набираю просто в ведра воду ну вот мои ведра и я набираю вот сколько здесь ведер много два раза по столько добавляю удобрения добавляю и размешиваю и беру набираю влейки и поливаю сколько поливаю да просто обыкновенно по чуть-чуть если не добавляю удобрения тогда просто шланг вода холодная никакой отстоянной воды ничего абсолютно и так я делаю все года и также я поступала когда выращивала кактусы не в теплице а на подоконниках просто набирала из-под крана воду и никогда ее не отстаивала ничего мне всегда цвели кактусы конечно же в теплице они цветут намного лучше чем на террасе просто под прикрытием от дождя здесь совсем другой эффект создается парниковый и естественно вы поливаете в теплице конечно же надо кактусы поливать побольше потому что вода очень быстро испаряется у меня водопроницаемый субстрат там и циолит и лава другая крошка камушки в общем земли у меня практически нет землю я добавляю в огромные цириусы немного вот эти вот большие огромные столбовидные кактусы немножко добавлено земли немножко размешанная опять же с этим с моим другим субстратом а в эхиноптице я тоже практически да вообще нету там земли там одни камушки вот так вот ну вот я поливаю что хочу сегодня показать вам показать вам хочу вот эту красоту которая еще не полностью раскрылась но уже это тоже вот гибрид я его получила в подарок трихоцериус очень симпатичный запах у него конечно же просто бесподобный ну французские какие-то духи очень пахнет ну и он приятный такой с виду нежный еще много бутонов все это просветет естественно первый цветок он всегда больше чем последующие теплица у меня стоит на южной стороне так получилось мы искали когда дом чтобы купить мы искали именно чтобы поставить теплицу на южной стороне и нам повезло смотрите еще покажу раскрылся я уже показывала его но у него очень интересные лепестки резные разрезанные рваные лепестки он бесподобный конечно цветок редкий цветок и очень интенсивный цвет возможно камера не не передает но он просто пурпурный тело у него вот такое вот небольшое тело и и что я хочу сказать он у меня наверное лет десять ну вот у него такое тело он еще не вырос как бы и ни одной детки ни одной детки но в этом году я попробую перепылить переопылить и посмотрю может быть посею и что получится может быть вот этот вот каким другим красивым так и вот еще цветет вот этот тоже очень красивый бесподобные лепесточки у него пахнет очень пахнет друзья это сказка ну и конечно же я уже показывала в коротком видео этот бесподобнейший шикарнейший смотрим это мой трихоцериус я не могу у меня эмоции переполняет понимаете такое чудо растить у себя и вот оно расцвело это сказка трихоцериус гельб желтый он огромен огромен посмотрите я когда его увидела как он цветет в теплицах я покупала его у андреаса веснера в теплицах и именно попала в тот день когда проходила по рядам где кактусы где и хинопсис и трихоцериус и у него я увидела как он раскрылся ну невозможно же не купить такое да а если бы он был без цветочка я возможно прошла бы просто и не заметила бы а так вот у меня вот такой но он бесподобный конечно он очень красивый я обожаю обожаю гибриды и хинопсис и трихоцериус и обожаю да к сожалению у него нет ни одной детки но может быть я его переопылю с чем-то и тогда будут семена и от семян возможно будет еще лучше еще красивее цветы ну вот на этой прекрасной ноте мы закончим наше видео всех вас люблю обнимаю всего самого наилучшего вам до свидания